С колен не встали, но хоть не лежим и на том спасибо. На этой неделе в очередной раз стало понятно, куда уходят наши деньги и откуда их собираются брать. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Россия – страна возможностей, но только не для самых талантливых и уж точно не для профессионалов. Потому что нам не нужны умные, нам нужны преданные. Из Роскосмоса на прошлой неделе уволили последнего космонавта. Со своей должности снят исполнительный директор пилотируемых программ Сергей Крикалев. На его место назначен Александр Блашенко. Правда, в госкорпорации пояснили, что Крикалев не снят с должности, а переведен на новую. Теперь он советник. Чтобы вы понимали, это примерно то же самое, что вот сейчас я стою перед вами как редактор и ведущая программы, а завтра стану человеком, который открывает дверь в аппаратной. Ну, то есть в СМИ-то я продолжу работать, но вот в каком качестве – это большой вопрос. То же самое произошло и с Крикалевым. Он продолжит трудиться в госкорпорации, но от его мнения мало что будет зависеть. Новая газета утверждает, что разжалование исполнительного директора произошло после его критики коммерческого фильма «Вызов», съемки которого уже назначены на октябрь. Из-за этого научного эксперимента, как называют это кино, в госкорпорации была намеренно сломана программа космических полетов в текущем 2021 году. Конечно, зачем нам модуль наука, когда можно снимать кинчики и ни за что не отвечать? Ну, то есть картина маслом или матом, как говорит Мария Лондон. Зачем Роскосмосу рекордсмен Земли по суммарному времени пребывания в космосе? А я вам скажу, что на орбиту Крикалев стартовал целых шесть раз и в общей сложности в космосе провел 803 дня. Но кому до этого и какое дело, когда Роскосмос нынче – это хохлома, песенки и трусики с маечками, а не вот это вот все. Помнится, ранее Рогозин заявил, что хочет навсегда очистить космическую отрасль от, далее цитата, «скверны и гнили коррупции казнократства и директоров барыг». Конец цитаты. И тут вопрос напрашивается как бы сам собой. К какой категории перечисленных Рогозиным людей относится Крикалев? Наверное, все-таки к той, где опыт, мужество и самоотверженность. Но такие Рогозину не нужны. Это раньше успех мерили подвигами, сегодня качеством зарубежной недвижимости и количеством безнальной денежной массы. Похоже, уже наступил тот период, когда в космос мы начали отправлять только время и деньги. Кстати, это вы еще РЖД не видели? Вот это паровоз. Седла, на которых мы ездим. Это что такое? Машинист у нас ездит. А вот это наш туалет. Типа сортирка. Жуткое зрелище. Не нужен нам берег турецкий, мы и на своем позагораем стоя. Анапа на этой неделе вышла на первое место по числу новых заболевших. За первые три дня недели с понедельника по среду в курортном городе выявили 50 новых случаев. Таких цифр в Анапе не было даже в самый пик пандемии. Но закрывать ее не собираются. Конечно же, это не Турция, где на каждом шагу маски, перчатки, стерилизаторы и антисептики. Это же другое. При этом губернатор Кубани уверяет СМИ, что все антиковидные требования в регионе соблюдены. Да-да-да-да, что-то не увидела я на видео соблюдения социальной дистанции, а в связи с ее отсутствием масок и перчаток. Все очень плотненько лежат, вернее, загорают стоя, потому что лечь особо некуда. Передают друг другу вирусы, а через недельку-две разнесут их по всем городам России. И привет, новый локдаун! Хотя чему мы удивляемся? Дискомфорту и отсутствию сервиса? Так мы к этому привыкши. У нас в Екатеринбурге год назад предприимчивые бизнесмены взяли в аренду туалет резиденции губернатора, чтобы сделать из него кофейню. Но попить кофейку в отхожем месте екатеринбуржцам так и не удалось. К счастью или к сожалению, но в арендованном туалете не оказалось электричества. Борьбу за свет бизнесмены ведут по сей день, при этом исправно оплачивая аренду в 150 тысяч рублей в месяц. А сервис и поныне там. Ну, короче говоря, вы же у меня умные и аналогию поняли. Туалет без удобств может быть только в России. Деньги некуда девать, деньги будем вкладывать в комфорт чиновников. На этой неделе стало известно о том, что центр Гамалея, это создатель спутника, решил потратить 10 миллионов рублей на автомобиль представительского класса. Информацию об этом на сайте госзакупок нашли открытые медиа. Для перевозки своих тел ученым понадобилась панорамная крыша, массажное сидение из натуральной кожи, а также доводчик дверей и подставка для ног задних пассажиров. Конкретная модель автомобиля в закупке не указана, но перечисленные характеристики открытые медиа нашли в седании Audi A8. На вопрос, кого же на таком автомобиле собираются перевозить, в центре ответили, покупаем за внебюджетный собственный счет. Видимо, если тем же ученым задать вопрос, считают ли они свои разработки эффективными, то вполне ожидаем будет ответ. В России две проблемы – дураки и дороги. А между тем, оборонный завод «Авангард», например, пошел другим путем. Из-за невозможности закупать автомобили дороже 2,5 миллионов за бюджетные деньги предприимчивые государственные компании нашли выход – нельзя купить, арендуем. И потратим на это более 13 миллионов рублей. Взять в лизинг «Авангард» собирается два автомобиля бизнес-класса обязательно черного цвета, с кожаным салоном и не старше текущего года. Срок аренды – 34 месяца. Разбазариванием бюджетных денег на этой неделе занимался и еще один персонаж. В сравнении с автомобилями масштабы, конечно, скромнее, но тоже впечатляют. Иркутский чиновник решил послушать завета Владимира Ильича Ленина и за бюджетный счет полетел поучиться в Дубай. Только прилет к казне города обошелся в 247 тысяч рублей. Чем питался прославившийся мэр, а также где проживал, не уточняется. Видимо, знания, полученные в Эмиратах, настолько дороги, что на них скидываются всем городом. А в Тюменской области, например, на день ребенка детям-инвалидам подарили тарелку и мыло. Подарочек с намеком или очередная издевка. Когда новость об этом появилась в СМИ, местные чиновники поспешили откреститься от звания дарителя, заявив, что презенты были переданы Тюменским отделением Всероссийского общества инвалидов. А сами чиновники не подарили ничего. Потому что денег в бюджете хватило только на покупку ничего. Позор, да и только. Вы хоть в следующий раз нарисуйте что-нибудь, что ли. Международная пилорама стремительно теряет веси. На этой неделе Мария Певчих обратила внимание своих фолловеров на удивительно низкие просмотры типа смешной программы Киасаяна. И это при том, что финансовый выхлоп от одной программы в карманы телевизионной семейки оценивается примерно в 5 миллионов рублей. Это тот случай, когда конверсия явно и на убой теряет свою ориентацию. Да у нас с вами каждый выпуск и то набирает больше. А я напомню, что ежегодно на поддержку государственных СМИ выделяется более 100 миллиардов рублей. И ради чего? Чтобы это смотрело 5000 россиян? А я вам еще больше скажу. В целях стимулирования сотрудников канала РТ вакцинироваться, госпожа Симоньян решила подогреть их желание денежной компенсацией в 57 тысяч рублей. Прививку сотрудники должны сделать до 10 июля. Странно, что они до сих пор этого не сделали. Первые пропагандисты, а в вакцину до сих пор не поверили. Жаль только, что 57 тысяч не получит все привитое население страны. Продешевили. Зато есть шанс поправить свое материальное положение у всех остальных. Как за прививку получить трехкомнатную квартиру или автомобиль Рено Логан расскажу во втором выпуске новостей, увидеть которые вы сможете только на канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, выражайте симпатии, оставляйте комментарии, пообщаемся лично. Ну а на этом у меня все. Я благодарю вас за проведенное время со мной. С вами было круто. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»